здравствуйте ирина снова мы вашем павильоне да и начиная свой блог видео я не знаю я хочу задать вам несколько вопросов посвященную 8 марта все равно у нас уже начинается 8 марта и мне хочется задать вам вопрос как сильной женщины можно можно конечно боже мой куда уже сильнее же ирина расскажите вот моим подписчикам как вы начинали трудиться какие вы прошли трудности были ли трудности и вообще как вы создавали свой бизнес легко это или тяжело это и что вам придает силы и вы человек который столкнулись с такими трудностями но вы прекрасно выглядите при этом и не теряете надежды силы всего-всего-всего вот расскажите моим подписчикам пожалуйста если не трудно это не трудно господи ой-ой-ой это очень длинная история всю жизнь я работала в орсе орс при советском союзе работала хорошо на доске почета висела хорошие деньги зарабатывала и знаешь вот знаете вернее вот казалось бы сносу не будет знаешь постоянно то работа то движуха то там блат там по блату нужно было мебель достать там еще что-нибудь там продукты тоже было очень тяжело то духи то туфли то одежда а сейчас изобилие раньше этого не было вот так боженька дал очень много всего подружки приходили я вот высыпала соличаник золото высыплю девчонки одевают все меряются ой мне бы такое мне бы такое ну все я долеталась допрыгалась девяносто первом году квартиру обокрали и то капитально и мы с мужем царствие небесное с первым мужем боже мой у того было горе поехали ему москву на заработки боже тамара приехали распас советского союза тяжело это так было боже мой я не знаю я приехала это был прикол соболинная шапка чернобурка пальто лама ткань югославские сапоги классные такие нам не знаешь приехала мы попали бирю лёва элеваторная 3 реставрационный центр а тогда еще ингушетия ингуши ребята руслан тибоевич тугаев я до сих пор помню ахмед магомед бекан бислан вот такие ребята были все были на заработках подхожу я туда в кабинет что умеем все плитку ложу крашу белю ну все короче все а пальцы с маникюром стоящие все могу боже мой как заставили мне там на утро делать что-то я не помню скоблить это окно я оттуда шандарохнулась боже это был какой-то врал я ничего не умела абсолютно но потом мне пожалели на что мне хороший разряд 6 разряд шеф-повара еще я готовила им я вот все все так тяжело было но потом там мы отработали мы пошли работать я пошла чебуречная станция люберцы чебуречную открыла чебуреки чебуреки боже мой не вытяжки не было ни катальной машинки не тесто мешалки с этими чебуреками с утра до ночи а день города я помню боже более тысячи чебуреков вручную слепить все чебуреки 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 сейчас дам чебуреки чебуреки короче чебуречная потом я работала шеф-поваром на ковровом комбинате у ребят спорт комплекс ковровый комбинат нормально ребята очень хорошие были очень много конечно уже нет живых царство небесное но ребята были толковые хорошие а скажите пожалуйста а было такое в жизни чтобы вас предавали было я дойду до этой истины было было очень даже много было короче и я отработавший три года шеф-поваром думаю открою я себе точку раньше палатки вот эти немецкие помнишь ставили на молнии так как я торгаш поехали мы с мужем на выхина купили мы овощи фрукты открыли палатку первую торговля пошла без продавца утром четыре часа туда-сюда работали вторую палатку третью четвертую палатку и мы стали на себя работать так боженька дает то высоко было много было денег кто потом квартиру обокрали то потом спад такой был просто вот просто не вот еле-еле выкарабкивались тут вроде бы какой-то заработок пошел потихонечку пошел пошел этот заработок и в эти девяностые годы даже не хочу озвучивать с 5 на 6 сентября у меня мужа убили выручки нес домой убили жестоко убили забрали бы деньги ушли бы так убили я осталась одна в москве одна денешенька как пальчик не помощи не от кого абсолютно ревела похоронивши мужа я через 45 дней приезжаю в москву все вещи остались на пятом этаже мы квартиру снимали и под ботворды помню такие сапоги купила два миллиона девятьсот дубленка у меня было все у меня было ничего у меня не осталось все растащили палатки растащили весы продукты итальянскую обувь все стащили в кармане три доллара три доллара москве снегу по коленам и я как помню я иду а у меня была лучшая подруга которая помогала очень сильно помогала выручала в любой момент в любой момент раньше мобильных не было телефонов может она мне слышит может она мне увидит я позвонила не буду имя озвучивать расплакалась я приехала после похорон мужа мне ни копейки нет но у меня нет через десять лет я узнала что вот эти все вещи которые были мои перешли дней это предательство я шла я вот шла с любилиц вот честно скажу я шла с любилиц почти пешком добиралась до черкизовского рынка три доллара в кармане 3 я иду думаю так или мне же мне сейчас сейчас сесть на автобус я потрачу деньги об мне а мне нужно водичку купить кусок хлеба купить мне нет я иду я иду пешком кое-как я добралась до черкизона пришла на черкизовском рынке все стоят возле радиорубки я стою в черном платке подходят ребята и спрашивают на работу берут а я торгаш я все продам не легкая рука я все продам зачем ты черный я рю я русская я не черная я не понимаю я в черном платке в черном платье в черных босоножках боже мой пока до меня дошло взяли меня на работу и в этот день продала 6 дубленок стояли 8 дней без почина и 6 дубленок продала дали 50 рублей ну вот раньше миллионные деньги были то 50 рублей ну что 50 рублей если на квартиру за ночь 25 рублей доехать 15 чай 5 туалет 5 ничего на еду не остается лишь как бог дает потерпению просто год то ли ты сопьешься то ли ты бомжом станешь не дай бог то ли ты еще что-нибудь с тобой случится ну вот короче его это было это просто был финиш какой-то я шла я свету белого не видела я три дня в подъезде сидела но всегда на работу выходила веселая жизнерадостная никто даже не мог бы подумать что у меня такое горе работала потихонечку ну денег нет вот практически не давали но продаю 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 никаких процентов ничего просто 50 рублей и так короче у меня получилось что я познакомилась с ребятами саша женя предприниматели пальто шили если они меня увидят привет вот такие ребята разговорились они отшивали пальто я для этих ребят азербайджанцев попросила чтобы отшивали пальто я у них работала но ребята нечестно поступили с ними конечно потом так вот потихонечку потихонечку копейка за копейка копейка я долго складывала эту копейку на аренду я открываю контейнер контейнер тамара пустой пустой контейнер главное что открыт контейнер а что продавать хоть сама вешайся продавай себя я пошла на b10 на чертезоне дядя низами привет если вы видите услышите благодарность большая я пришла расплакала дядя низами дайте мне под реализацию хоть пару пальто он мне дал 24 пальто под реализацию 24 пальто это в контейнере повесила там одно там одно там пустой контейнер и я стою уважаемые господа и гости столицы заходим к нам шик самый шикарный выбор пальто полупальто свингера и пончо 24 штучки а эхо идет по всему этому приходят женщины спрашивают а где у вас пальто пальто а эхо идет сейчас принесу я сейчас принесу со склада вот так было заведено бежала к этому дядя низами брала пальто продавала там копейки оставались туда сюда бегала но одна как пальчик и я короче за полтора месяца у меня уже был битком забит контейнер своими пальто потом есть ребятами познакомилась еще там с одними притянула фабрикантами и так начали отшивать отшивать сначала те в 90-е годы подольск чехов город шил солнцево шину фабричные пальто шили конечно длинные в пол бери шинель иди домой хомут манжет этому прикол ирины и что дальше было что получилось ну что получилось и ты стала предпринимателем и сколько лет уже сейчас скажу 20 25 а чтобы вы пожелали начинающим вот предпринимателям я что хочу сказать я вообще вот во первых дайте вот я все сразу на меня навалилась что я хочу сказать милые дамы милые девочки наступающим восьмым марта это раз скоро скоро будет восьмое марта что я хочу пожелать девчонки никогда не плачьте никогда не унывайте просто вот потерпению господь дает каждой женщине потерпению нужно потерпеть бывает так что ну так тяжело ну вот то что я пережила я ничего не рассказывала еще это же ничего еще не рассказал мне просто если начать рассказывать эту сразу упаду в обморок чтобы у каждой женщины было все мне не хочется чтобы женщина утром стала и бедная думала чем детей накормить где деньги достать а во что их обуть а во что их одеть а как их обучить а как а как а как а как должна быть семейная опора я каждой женщине желаю хорошего мужа мужчины милые родные готовьтесь к бою и обороне труду и обороне я не знаю как правильно сказать наступает 8 марта вот есть деньги нет денег но хоть один цветочек подарить и своей любимой женщине слово можно убить словом можно воскресить вот просто теплое слово сказать мая ты солнышко мая ты родная мая ты любимая мая ты дорогая ты моя самая лучшая на всем белом свете я тебя люблю я тебя люблю за то что ты есть я люблю за то что ты мама если не мама то ты дай бог чтоб ты была мамой если нет деток господи сейчас вот где-то столько брошенных детей моя дочка старшая дочка помогает детским домам вот честно тебе говорю она бедная плачет он два-три дня еле отходит столько брошенных деточек возьмите ребеночка себе радуйтесь жизни о боже я сразу все на кучу ну что я хочу сказать чтобы у каждой женщины был достаток тепло уют забота мужская чтобы семья была настолько сплоченной пусть муж заработает 25 тысяч а женщина например 105 тысяч нет разницы в общий котел общий котел общий бюджет значит туда 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 или же наоборот я очень ценю уважаю женщины работящих но не буду осуждать те что не работают женщины но всякие бывают лучше работать это жизнь это продвижение дальше вот сядешь дома вот сядешь дома можно сдурить ей богу телевизор сковородка жрачка шкварка парка стирка глажка и все и тупеешь а так работа чтобы женщины радовались жизни чтобы никогда не унывали чтобы дети были все живы и здоровы чтобы ни одна мама не плакала если есть доченька пусть замуж благополучно выйдет если сыночек есть тупой женится пусть детки бы продолжение рода и чтобы сплоченная семья была просто сплоченная семья бывает все на работе все трудятся с утра до ночи но бывают же выходные бывают какие-то праздники бывает чтобы всегда семьи собирались в кругу я что еще хочу сказать дети дорогие любимые я не буду богом не бить у меня дочь прекрасная доченька прекрасная она всегда заботится обо мне а есть детки немножко неблагодарные пусть они думают о своих мама мама одна маму никто не за ним не лучший друг не сват не брат а мама мама это святая мама мама 9 месяцев под сердцем носила своего дитя свое дитя пусть любят своих мам любимая мама мы вас поздравляем тоже с наступающим 8 марта долголетия вам жизни вам долго не болейте вы нам очень нужны и бабушки и мамы а вы мужчины будьте просто милосердие вот я не говорю о всех мужчинах есть мужчины положительные есть такие семейные что домой домой семья на первом плане есть много категорий есть фигару тут фигару там фигару тут фигару там если ты туда налево так чтобы жена ничего не знала не дай бог но держитесь семьи и заботись о нас мы все-таки женщины мы мы нежные вот нежные женщины и во всех люблю девчоночки милые родные вы простите меня вот честно простите просто немножечко за больное зашло и просто слезы на глазах простите пожалуйста я больше плакать не буду я вот я вот только приехала два дня приехала с давлением сумасшедшим два дня два дня тамара дома полежала я думала я чокнусь я не знала куда себя деть боже я туда я в окно дождик не дождик как там на работе как там дела что там творится я не знала я съездила маму проведала я съездила на могилу доченьки младшей царстве небесное все я готова к труду и обороне и еще я хочу сейчас томочка перебью тебе извини меня пожалуйста с великим постом кто соблюдает пост дай бог что боженька благословил нас на пост я соблюдаю пост первых три дня тяжеловато но первых три дня до ой утром чечевица я вчера магазин вечером зашла то шампиньоны то рыбу нельзя того нельзя овощи фрукты ничего бог терпел и нам велел божьего благословения всем чтобы все было хорошо мы вас любим девчонки приезжайте к нам простите вот простите пожалуйста за вот такие слезы я вам хочу сказать огромное спасибо и поздравить вас тоже с наступающим праздником 8 марта спасибо что вы появились моей жизни и или спасибо вам за откровенность за честность за то что вы моим подписчикам рассказали то что вы чувствуете и слезы эти они тоже именно чувствительные и мои подписчики вас поймут поэтому потому что это жизнь понимаете и жизнь гладкая она не бывает никогда но к сожалению кто-то справляется а кто-то нет поэтому я хочу татья можно я хочу от меня поздравить еще раз тебя с наступающим праздником живых цветов здесь к сожалению я там арочка но я хочу тебе поздравить такой подарочек подарочек это от меня да можете открыть вот такой букетик живых нету ну вот такой букет для ванны это именно от меня ирина знаю что мы тебя любим и мои подписчики тоже тебя очень-очень любят дарить еще может не суд своих видео твоих курточек твоих плохих то есть влага раз хочу тебя без спеши не не сказать спасибо за рулем еще но спасибо не за поздравление моим подписчикам дарите им всегда мужчины дарите женщина цветы надель рождения юбилеи дарит